Привет! Мы сегодня рисуем слона с Илюшей. И давай мы сразу начнем с пригорочка, ну вот с земли, на которой он стоит, немножечко отведем место на нашей бумаге. Не обязательно сильно давить. Я уже Илюше какой не даю тоненький карандашик, а он все равно давит так, что вообще на том конце земли, наверное, слышно. Теперь смотри, слоник у нас будет маленький. Мы рисуем, посмотри, пожалуйста, вот так. Так, полукруг и сразу вот сюда этот полукруг, сделаем отсюда хобот, хорошо? Полукруг хороший, прям большой. И хобот. Отлично, отлично, мягенько, мягенько, мягенько закругляй. Поворот, 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 поворот. Давай, как будто ты на велике. Мягкий поворот и опять мягенький. Отлично. И сюда, раз. Вот так сюда, оп. Молодец. Так, теперь смотри, умница. Теперь вот это у нас туловище слона. Вот здесь вот у нас заканчиваются ноги, да? А вот здесь вот он у нас хобот. Давай-ка. Так, только не сильно дави. Я тебя очень прошу. Тихохонько. А в хоботе мы можем сделать здесь цветочек. Можем нарисовать птичку, которая сидит на хоботе. Вот я сделаю маленькую птичку. Главное... А у меня просто будет слоник. Просто будет слоник. А у меня будет маленькая такая птичка, которая к нему прилетела. А теперь смотри. Вот здесь вот нам нужно нарисовать глазик. Нарисуй, пожалуйста, красивый, нежненький. Хорошо? Нежненько. Круг. И зрачочек сразу. Отлично. Если хочешь, можешь нарисовать реснички. Будет красиво. И улыбочка. Хорошо. А теперь смотри. Уши внимательно. Они у нас полуовал. Не полностью. Если мы сделаем полностью овал, это будут спутниковые тарелки, которые повесили на слона. У нас вот такие уши. Вот сюда. Вот они начинаются отсюда и заканчиваются вот здесь. Где-то возле рта. Не выше. Хорошо? Давай. И поехали. Давай, 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 давай. Еще, еще, еще. Так, так, заворачивай. Поворачивай. Давай. Ура! Есть, готово. Так, лишнее стираем. У тебя какой-то очень удивленный слон. Ему надо вот здесь что-то нарисовать. Чему же он так удивился? Подумай, чему он может так удивился. Он удивился размером своего обода. Но он же его не первый день видит. Теперь смотри. У слона четыре ноги. Он впервые его поднял. Раз нога. У нас, видишь? Теперь мы здесь два нога, три нога и четыре нога. Вот из этого всего нам надо выделить. Смотри. Раз, два, три, четыре ножички. Сможешь сделать? Мы сделаем такого смешного. На самом деле у нас бы был вот так. Раз, раз. Так, умница. На самом деле в мире осталось только два вида слона. Африканский и индийский. Азиатский. Мы с тобой делаем третий вид слона. Слон прекрасный. Да? Что мы еще слону забыли? Смотрим. Маленький у него есть хвостик. Мальчик, не мальчик, а сыночек, ребенок, слоненок, водит маму за хвостик. Он ее держит за хвостик. А почему за хвостик? Ну, потому что ему так приятно. А не за лапу. Ну, да. А почему их не носят на хобот? На руках? Почему их вот так не заматывают? В хобот. Ну, когда слоненок попадает в какой-нибудь, как все маленькие дети, в какую-нибудь прелесть, то мама его, конечно, уже хоботом вытаскивает. Но обычно нет. Берем кисточку. И смотри, мы сейчас сделаем нашего слоненка только чистой водичкой, мокреньким. Мы его сделаем вообще всего радужного, красивого. На самом деле слоны бывают такие серые и вот чуть-чуть бывают розоватые. А мы сделаем красивого. Серые и бурые. Бурые – это медведи, сына. Не, мам, вот эти, северные. Северные? Не бывает северных слонов. Бывают африканские и индийские. Шумбай огромные. Шумбай. Шумбай. Шумбай – это были мамонты такие. Они, ну, к сожалению, уже не живут. Хотя слонята рождаются немножечко вот с такой, ну, нельзя сказать, щетинкой. Ну, да, щетинка. Так, просто, аккуратно, чистой кисточкой. Вот самое лучшее слово тут – чистой, да? Мы очень аккуратно, чтобы ничего лишнего. Ну, глазик зря закрасил, но если что, мы его потом… Стоп, смотри, тебе же надо, чтобы не затекали, чтобы все лапы были отдельно. Мой кисть, пожалуйста, хорошо. Так. И слон аккуратно. Аккуратно. И слону, хобот слону нашему тоже вот этот вот нужно сделать. Так, мокреньким, да. И пока он мокренький, начинаем разукрашивать. Можно лучше взять для такого мокрого разукрашивания акварель, а не гуашь. Потому что гуашь по-мокрому не красят. Я возьму с желтого и вот начну, вот сделаю такой яркий. А ты какой вот тебе больше нравится, такой и делай. А можно синий у тебя взять? У тебя тоже есть синий. Нормально. Нормально. Аккуратно, осторожней кисточкой бери, пожалуйста. Хорошо? А хобот, это, между прочим, вытянутая верхняя губа, представляешь, которая срослась с носом. И вообще ученые долго думали, почему это так. А пришли к выводу, что это в процессе эволюции. Эволюция, это когда... А что такое эволюция, ты знаешь? Нет. Нет, это когда ты мне только что сбил кисточку. На, пожалуйста, тебе мои краски. Эволюция, это когда медленно, медленно, за много миллионов лет что-то меняется очень в спокойном ритме. Мама, почему ты у меня спрашивала, если ты сама знаешь? Ну, я спрашивала, вдруг ты уже знаешь. Вы же там с Глебом много чего смотрите интересного. Вдруг, ты бы мне уже рассказал, мне бы было интересно. Я вот сделала такой хобот, посмотри. Тебе не будет интересно, потому что ты уже знаешь. Ну да. И хобот, знаешь, сколько в хоботе мышц? Это вообще, наверное, уникальная такая. Больше вообще ни у кого нет такого. Миллионов. Ну, еще, наверное, 40 тысяч мышц. 40 тысяч миллионов. 40 тысяч мышц. Он очень сильный и подвижный. И, ну, хоботом, вот что, что делает слон хоботом? Вот если бы ты был... То есть ты слоненка. Так, хорошо, отличный выход. Еще. Таскает всякие бревна для дома. Да, да. Я не уверена, что ему дома нужны бревна, но он ими таскает. Да, еще. Ну, если это губа, сросшаяся с носом. Давай, вот что носом делает? Ну, я поняла, что он может еще делать этим слонам. Давай. Можно взять бревно, замотать, и он будет поднимать, как будто штангу. Ну, ты знаешь, животное не делает просто так вообще каких-то глупых движений. Ну, зачем ему поднимать штангу, вот сам подумай. Чтобы еще было больше сил. А, если вот ему, знаешь, нужно что-то делать, тогда, да, вот тогда они делают. В живой природе никто просто так штанги не носит. Ну, зачем, вот, смотри, там сидит себе лиса в доме, зачем ей штангу носить? Ну, что у нее там? Чтобы мне быть силой. Да, точно. Лиса, давай, на тебе штангу. Я прям представляю это лису. Скажет, возьми себе, наверное, да? Это очень нужная вещь. Мне вот лось недавно турник подарил. Тоже очень надо. Да? Мам, оглашу. Или в лесу такое объявление, продам турник. Так, вот это вот, пока пусть у тебя поживет, хорошо, можно сюда добавить немножечко фиолетового, будет красиво. Давай мы глаз пока попробуем вот так освободить, чтобы он у нас тут, ну, быстрее высыхал, да? Можно добавить чуть фиолетовенького, если хочешь. Да, он может перетаскивать бревно, поднимать земли. Кстати, вот даже крошечные предметы, там, спички, булавку, именно потому, что там вот эти вот 40 тысяч мышц. То есть он настолько чувствительный, этот хобот. Ну, вот, ну, как ты вот губами все же чувствуешь, правда? Там потрогаешь, ну, кактус ты потрогаешь губами, и что скажешь? Или там клубничку, сразу можно сказать, правда, какая она? Я железо чувствую хорошо, по холоду. Главное, знаешь, зимой качели не облизывать, чтобы к ним не прилипнуть. А, а то будет холод. Ну, да, будет не очень хорошо. А еще хвост использовался в качестве оружия, вот ты прав, там, для защиты, для нападения. Но у слонов еще для нападения что есть? Мы не рисовали у нас маленький слоненок, а у больших слонов что есть? Хобот! Бивни, бивни. У слонов еще есть бивни. Это вот эти вот такие, ну, как зубы вот здесь растут, здоровенные. Ну, вот такие вот. Ну, мы можем сделать, но у маленьких слоненков бивни, у маленьких слонят бивни не растут. Они растут чуть-чуть попозже, когда слон вырастает, и растут всю-всю жизнь по бивням. Можно сказать, ну, это старый слон или молодой. То есть это вот такое... А как они выглядят, вопрос? Бивни? Ну, это как клык огромный. Вот он такой длиннечий. Да, вот такие зубы, которые растут, они огромные, длинные, и треть из них вообще держится в голове. А так, ну, из-за этих бивней, между прочим, слонов истребляли очень долго. Так что у тебя получился очень пушистый слон. Ты не находишь? Я бы добавила еще сюда пару цветов. Ну, вот этот вот, может, фиолетовенький. Добавь такими точечками, пусть он будет красивый. Мы можем вот этот чуть-чуть убрать тебе, вот эта динозавровость? Дай подумать. Давай. Ну, я бы сгладила чуть-чуть. Можно? Да или нет? Хорошо, тогда мы убираем вот эту динозавровость. Динозавровость вообще была хорошая. Ну, я согласна, но просто не у слона. Она была очень хорошая, но не для слона. Ты можешь пока сделать... Ой, тихонечко, 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 очень осторожно, Илюшечка. Можно сделать пока траву. Да? Я пока своему слону добавлю каких-нибудь горошков, сделаю такого яркого, прекрасного слоника. Он будет не настоящей расцветки, он такой. Кстати, ты знаешь, что мама слониха своих слонят, вот перед тем, как родить, вынашивает в пузике 22 месяца. Это почти два года. Представляешь? Это самая долгая беременность вообще на Земле. И еще вот из серии «Самое-самое». У слонов самый большой мозг на Земле. Он весит где-то 5 килограммов огромный. А у Титаника? Титаника – это корабль, у него мозгов нет. Тогда как им управляли? Им управляли капитаны. Вот у них как раз мозги были. Мегалодоны, какие мозги были? Ой, а вот по мегалодону там хороших данных нет, потому что это же раскопки ученые совершали, правильно? А там с мозгами вообще не очень. Они-то не сохраняются, сохраняются кости, можно восстановить скелет. А мозг – это же такая субстанция, мягкая. Так, сделаю сейчас быстренько птичку. У тебя уже перебор, Илюш. Давай траву делаем, хорошо? Вся. Трава, солнышко, давай там. Фоник готов. Ну, не надо пачкать себя, хорошо? Мы берем и растирать теперь тоже не надо то, что ты нам возюкал. Ладно, бери, пожалуйста, сделай траву красивую, хорошо? Какой кистью. Илюша, вот в твоем состоянии слона, я думаю, любой кистью можно сделать траву. А я вот зря не обрела клавиш. Хорошо, а значит, твоей. Нет, это моя, я тебе ее не дам, я сейчас ей работаю. Мне нужно чуть-чуть подождать, пока высохнет, чтобы сделать красиво глазик. Улыбочка у меня. У меня прям слониха лень, сразу еще губы накрашены. Очень смешно. А еще слоны общаются между собой, и они очень... Топа там! Да, они такие, это называется социальные животные. Животные, которые вот между собой очень дружат. Они поддерживают, если большой слоненок видит, что маленький упал, конечно, ему сразу все помогут. Вытащат его и пожалеют, и они умеют улыбаться, и умеют плакать. Представляешь, слоны плачут. Они вообще, знаешь, они даже, когда кто-то умирает из слонов, они хоронят своих слонов. Как? Ну, закапывать землю. Можно я тут воду лишнюю соберу чуть-чуть? Я жду вот столько горбы. Да, и они оплакивают очень долго того, кто ушел. Вот, поэтому... Сильно рано. Да, очень сильно слоны, ну, развитые. Ну, сильно рано уходит. Вот, а слоненок рождается, не большой и не маленький, а 100 килограмм веса. Это такое серьезное себе. Ну, 100 килограмм, представляешь, это сколько? Нормальный слон, нормальный. Ну, это вообще, вот, дочка наша весит 70 килограмм, это еще больше. Слышь, рождается. 70? То есть, она может появляться слоненка? Ну, она бы с ним потягалась, да. Вот, а еще слоны никогда не ложатся спать, и спят только стоя. Ты знал? Да, почти как вы. Попробуй уложить, да, наверное, это маленьких слонят так было сложно уложить спать, что мама сказала, все, уже спите стоя. Мы уже надоели с вашим укладыванием спать сколько можно. Все, сами укладывайте. Все, сами укладывайте. Да, читать я вам больше не буду, хватит. Уже 11 часов. Мы спаем примерно в 11. Да, а еще интересно, знаешь, что слоны, в стадии слонов, знаешь, кто самый главный? Как ты думаешь? Ну вот, все, если слоны там собрались, кто у них самый главный? Тот, кто их все сделал. Так, и кто это? Почти угадал. Папа? Бабушка. Бабушка? Да, у слонов самая главная бабушка. А почему? Ну, потому что она всех их произвела. И папу, и маму, и вообще. А дальше уже все остальные пошли. То есть у слонов. Нам надо глаз с тобой выделить. А я вот не знаю, как это сделать, чтобы это сделать аккуратно. Надо взять самую тонкую кисть, которую мы только сейчас с тобой найдем. И очень-очень аккуратно. Это самая тончайшая кисть. Да, самая тончайшая кисть. И слоны еще бывают правшей и левшей, представляешь? Как? Ну, вот как люди там правой рукой он больше делает что-то, или левой. У него в зависимости от этого стачивается или правый бивень, или левый. На, готов. А бивень это как? Ну, бивень это вот эти вот большущие, такие, как клыки, я не знаю, зубы. Такие. Два огромных, загнутых таких резца. Вот. И они бывают... Ножики? Ну, не ножики. Ну, такие, как клыки, короче. Вот такое вот. Сделаем как солнце. Слону солнце, конечно, сделаем. Давай. Потому что слоны без солнца, они слоны. Ну, да, я думаю, нашему слону будет приятно, если у него будет солнце. Да? Нет. Конечно, зеленое солнце, это не солнце. Да, поэтому кисть лучше помыть. С тобой согласна. Потому что зеленого солнца по руку будет немного. Будет зеленое отражение. А вот еще про зубы интересно, что слоны же, ну, у них очень много они кушают каждый... Так, кисточку мы не портим. Каждый день они съедают где-то 200-300 килограмм еды. Ну, это очень-очень много. Просто слон хочет... А лучики? Слон хочет вот это. Что? Отобрать солнце у земли. Нет, не хочет. У тебя хороший, добрый слон. Вот пусть он будет хорошим и добрым. Он хороший слон. И у слонов меняются зубы 5-6 раз за жизнь. Вот у людей, вот у тебя сейчас, да, перед школой, меняются зубы. Молочные выпадают, да? А коренные слоновы. Да, коренные растут. Нарисовал. Молодец. Отлично. Подписываем. Улыбочку ты забыл? Может быть, сделаем улыбочку? Нет? Да? Хорошо, подписываем. Аккуратненько, тихонечко. У тебя есть тоненькая кисточка? Ага, вот так вот он сидит. Да, Илюша мне показывает, какой улыбкой улыбаются слоны. Слоны улыбаются, они умеют улыбаться. Мам, ты уже это говоришь. Да, но ты улыбаешься как раз прекрасно, а вот твой слон остался без улыбки. Вот поэтому я тебе и говорю, что слоны улыбаются. И слушают ногами, потому что общаются очень далеко. А уши не для того, чтобы слушать. И они видят, слышат песок. Они слушают ногами, они дообщаются на низких частотах, так что людям не слышно. Поэтому ножками очень хорошо слышат. А вот еще... Можно договорю, нет? Нет. Ой-ой-ой, ветер у нас поднялся. Панды вылетели. Ага, из гнезда. Все, подписал? Подписал. А уши им нужны, как кондиционер, чтобы воздух отгонять горячий, чтобы было им прохладненько. Все, давай, пока. Пока. Хорошего всем. Хорошего всем дня. Счастливо. Хорошего всем начала. До встречи. До встречи. До встречи. Продолжение следует...